Привет, студент! О главных студенческих событиях, как всегда, расскажет команда «Универньюз». Поэтому оставайся с нами. В студии Регины Якупова сегодня в выпуске. КОНФЕРЕНЦИЯ Стартовал второй день третьей российской конференции по медицинской химии. Конференции «Медхим.Россия» проводятся каждые два года в крупных научных, образовательных и культурных центрах Российской Федерации. Основной целью этой международной серии конференций является анализ актуальных разработок, новых подходов и передовых технологий в области медицинской химии и создания лекарств. Медицинская химия как дисциплина соединяет в себе несколько фундаментальных направлений науки, которые и позволяют создавать новые лекарственные средства, сохранять здоровье, продлевать жизнь. Последние годы мы довольно активно продвигаемся на рынке новых лекарственных препаратов, и открывающийся форум является еще одним подтверждением высокого авторитета наших ученых в российском и мировом научном сообществе. Третья российская конференция по медицинской химии посвящена памяти академика Николая Серафимовича Зефирова. С его именем связано современное развитие отечественной органической и медицинской химии. Он являлся инициатором и руководителем серии российских конференций по медицинской химии, активно участвовал в подготовке нынешнего форума в Казани. Большой интерес к инновационным разработкам казанских ученых проявляют российские и зарубежные инвесторы. Активно проводят исследования в этой области и Казанский федеральный университет, для которого данный форум станет с одной стороны свидетельством признания, а с другой стороны серьезной проверкой со стороны ведущих российских и зарубежных коллег. Мы всегда рады новому сотрудничеству и готовы поддержать инновационное начинание в сфере разработки лекарственных средств. Научная программа конференции «Медхим Россия-2017» включает в себя пленарные лекции, устные доклады и постерные презентации. Одной из основных задач организаторы видят проведение форума международного уровня, который заинтересует как ученых, так и представителей медицинской индустрии. Университет для нас был всегда особым партнером. Это место, где все наши идеи, все наши разработки, все наши новые приборы всегда встречались с таким особым пониманием, всегда очень открыто воспринимались учеными. Конференция продлится до 3 октября. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. 29 сентября состоялся четвертый ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса», который проходит в стенах юридического факультета Казанского федерального университета. 29 сентября в стенах юридического факультета Казанского федерального университета состоялся четвертый ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Открытие мероприятия пришло в зале попечительского совета КФУ, где состоялась научная дискуссия по обозначенным юридическим проблемам симпозиума. Участниками симпозиума стали практикующие юристы России и иностранных государств, сотрудники органов государственной власти, судебной системы. Проведение симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса» стало доброй традицией юридического факультета КФУ. Данное мероприятие всегда затрагивает острые проблемы цивилистического процесса и направлено на популяризацию данной отрасли права и одинаково интересны и полезны как теоретикам, так и практикам. Диана Шилова, Универньюз. 28 сентября в Казанском федеральном университете вручили 20-ю Казанскую премию имени Завойского среди молодых ученых. Церемония состоялась в день 110-летия физика. В Казанском федеральном университете вручили 20-ю Казанскую премию имени Завойского среди молодых ученых. Церемония состоялась в Музее истории Казанского университета 28 сентября, день 110-летия физика. Премия была учреждена в 1997 году, когда отмечался 90-летний юбилей ученого. Первое же награждение состоялось в 1998. И тогда первым лауреатом премии имени Завойского стал Дмитрий Таюрский, который сейчас является проректором КФУ по образовательной деятельности. Очень приятно, что в этой премии, в номинациях на эту премию, участвуют студенты Казани, всего города. И действительно, эта премия приобретает такой резкий статус именно городской премии, потому что участвуют студенты всего города. Ежегодно среди победителей премии сотрудники Казанского федерального университета. В этом году победителями конкурса стали сразу два молодых физика. Ассистент кафедры общей физики, младший научный сотрудник Центра квантовых технологий КФУ и сотрудник КФТИ. Работа у меня связана, экспериментальная работа, она связана с такими экзотическими объектами, как электроны на поверхности жидкого геля. На самом деле, я эту работу делаю совместно с коллегами из Японского института, с Рикеном. В этот день победителей премии Завойского поздравил и почетный гость церемонии, профессор Избургского университета и директор Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской академии наук Рудольф Гримм, который в этот день провел открытую лекцию в Казанском федеральном университете. Диана Шилова, Эльнард Влетьяров, Универньюз. Лучшие студенты кафедры татарской журналистики получили спецпремию от писательницы Гульсины Галимулиной. Первыми обладательницами премии стали студентки второго курса, обучающиеся по профилю татарской журналистики Назлугульма Салимова и Айсулу Нигмадзянова. Основными критериями в отборе победителей стали отличная учеба в течение года и содержательная летняя практика. А мы продолжаем. Каждый ищущий человек неизбежно задается вопросами «Кто я?», «Как найти свое призвание?», «Для чего я живу?» И зачастую ответы на них не приходят быстро. Сложно ли было найти свое предназначение известным выпускникам КФУ, стало известно на очередной серии «Мост». Подробности далее. Очень многие из нас верят в существование малоизвестного понятия под названием призвание. И, конечно же, стремиться его найти, что ни говори, но призвание – это реальность. Причем невероятно могущественная, но отнюдь не все, что нам известно о его поиске, в корне верно. Об этом и пошла речь в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. И именно здесь состоялась четвертая серия мероприятий «Мост». Но, в отличие от предыдущих серий «Мост», на этот раз спикерами сфер творчества, менеджмента, бизнеса и науки стали сразу пять специалистов. А именно Денис Матвеев – директор творческой студии «Яшель Продакшн», Зоа Антонова – специалист по СММ-стратегии франшизы «Выйти из комнаты» и «Комда Коэс Проджект», Ильдар Незамеев и Станислав Федоренков – основатели группы компании «Айлор» и Аркадий Курамшин – химик Казанского университета, один из ведущих российских научных журналистов, пишущих о химии. В формате «Опенталк» выпускники рассказали о своем профессиональном и творческом пути, об ошибках и успехах, студенчестве и карьере. Спикеры поделились историями жизни, советами и секретами, а зрители смогли задать волнующие вопросы каждому из них. Проект «Мост» организован сообществом выпускников Кафу «Альма Матер». Его миссия – не строить стены, а возводить мосты. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между поколениями учащихся Казанского университета. Адель Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Добровольческий центр КФУ «Планета добрых людей» приглашает студентов Казанского федерального университета стать марафонцами и пройти дистанцию добра всем вместе. А как это сделать, узнаешь из следующего сюжета. В Казанском федеральном университете с 1 по 7 октября будет проходить марафон добрых дел. Инициатором проекта стал Добровольческий центр КФУ «Планета добрых людей». Это организация, которая уже более 10 лет занимается в университете проведением различного рода мероприятий по добровольчеству. И мероприятия мы проводим в течение всего года. Они совершенно разного формата. Но этой осенью мы решили объединить все эти мероприятия в один цикл. И вот в течение недели, 10 дней, мы решили провести много-много мероприятий во всех институтах, адресные какие-то мероприятия, чтобы это было как-то массово, масштабно. В рамках проекта пройдут благотворительные ярмарки и социальные акции по оказанию адресной помощи ветеранам и пожилым людям. Состоятся поездки в детские дома и приюты для бездомных животных. Также будут проведены мини-лекции и акции по донорству и флешмобы. У нас есть два флешмоба, которые мы будем делать в КФУ. Это лента добрых дел с хэштегом, то есть в инстаграме лента добрых дел. И спасибо, учитель. Диана Паскарь, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok